Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о столичном дерби между Спартаком и ЦСКА. И мы сосредоточимся на узбекском хавбеке армейцев об азбеке Файзулаеве, потому что после дерби начали высказываться самые разные мысли касательно данного футболиста. Некоторые, например, Градиленко, известный наш футбольный эксперт, говорят, что он очень даже в тему, что он был хороший, вот, мол, посмотрите, у Спартака Медина, купленный за 7 миллионов, а у ЦСКА Файзулаев, взятый за 500 тысяч, а разницы типа особой нет, и посмотрите, какие молодцы ЦСКА, какие хорошие трансферы они делают, каких классных игроков за небольшие деньги подписывают. Но есть и другая позиция, мол, Файзулаев здорово показал себя в первых каких-то матчах, забил гол Ростова, отдал голевой пас с крыльями, а вот сейчас он вот как-то вот не так смотрится. И в последних матчах он то пенальти не реализует в кубке, то вот здесь выпадет из игры в матче со Спартаком, в общем, есть и альтернативная точка зрения. Ну а мы попытаемся разобраться более-менее объективно, без какой-то слишком яркой лести и без слишком жесткой критики, и взвесим все за и против. Потому что Файзулаев это, конечно, событие, юный футболист, который выходит в стартовом составе на матч Спартак-ЦСКА, это вообще большая редкость. А здесь ему дали такой шанс, и нужно обсудить, воспользовался он им или нет. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте. Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, те, кто говорят, что Фризулаев не потянул уровень дерби, они в основном ссылаются на то, что он не отметился ни забитым мячом, ни голевой передачей. Это, кстати, очень странная позиция, учитывая то, что требовать регулярной какой-то статистики, наверное, можно только от суперзвезд. Типа там Криштьяну лучших лет, Несси и так далее. А все-таки, когда мы сосредоточены на российском чемпионате и на не самой забивной все-таки в последнее время команде ЦСКА, которая зачастую просто вот уходит без забитых мячей с игры, только все и пенальти там добивает свое. Но вот здесь, наверное, как-то сложно критиковать футболиста за отсутствие там забитого мяча или голевой. Тем более Фризулаев делал, по-моему, все возможное для того, чтобы попасть в основной протокол. У него был и прекрасный удар, когда Максименко потащил. Он выводил партнеров на ударную позицию, в частности, отлично нагрузил, там был удар головой после этого. Плюс к этому были другие ситуации, когда Фризулаев показывал свое трудолюбие, перехватывал мяч и пытался вывести Обликова на хорошую позицию и так далее. Он, в принципе, провел очень неплохую игру. И мне кажется, что судить исключительно по основной статистике это как-то поверхностно. И докапываться до того, что вот, мол, посмотрите, с крылышками голевая передача, с ростовом гол, а после этого нету результативных действий. Мне кажется, это очень поверхностно. При этом, если мы возьмем, например, сайт WhoScored, который подсчитывает все технико-тактические действия, там обводочки, удары, прессинг, отборы. Вот здесь Фризулаев вообще пятый по рейтингу среди всех футболистов ЦСКА. С оценкой 6 и 7. Ну и в данном случае логично предположить, что с таким уровнем эффективности, с точки зрения статистики, он вполне себе тянет место в основном составе. Тем более, что сейчас, ну, скажем так, армейцы, в принципе, находятся в сложной ситуации. В центре защиты есть проблемы. Приходится там, например, использовать центрального хавбека Мухина, который ранее регулярно появлялся в полузащите. Соответственно, обедняется полузащита, здесь меньше вариантов, здесь уже получается ротация, меньше игроков для того, чтобы обновлять состав, и здесь хочешь не хочешь, но нужно давать время, в том числе и Фризулаеву. Тем более, что он свое игровое время вполне себе отрабатывает. И главное, что Фризулаев это тот футболист, которого нужно наигрывать, потому что он молодой и, несомненно, перспективный. Таланта у него много, в игру он вписался неплохо, пользу он приносит, а то, что не всегда есть голы и голевые передачи, ну, опять же, повторяю, это очень поверхностный подход к делу. Разумеется, Фризулаеву еще нужно прибавлять в очень многих нюансах игры, но в целом, в том же самом матче со Спартаком, он был вполне себе неплох и интересен. Мне кажется, что дальше он тоже будет получать место в стартовом составе, а то, что статистика основная в последнее время не так впечатляет, как многих бы хотелось, ну, что поделать, не все коту масленица. Я думаю, что в следующих встречах мы увидим и забитые мячи, и голевые передачи от этого узбека. Ну, а учитывая то, что ЦСКА, в принципе, как команда сейчас, должна добирать, набирать и подтягиваться к первым местам в российском чемпионате, потому что слишком многое было утеряно за последнее время. Я думаю, Фризулаев будет по-особому мотивирован для того, чтобы помочь своей команде, ну и чтобы самому закрепиться в стартовой обойме и показывать достойный футбол. Так что сейчас, мне кажется, критиковать его нет никакого смысла, он вполне себе заслуживает место в стартовом составе, и Федотов вряд ли враг самому себе. Если после того самого нереализованного пенальти все равно выставляет в стартовом составе Фаизулаева, чтобы он в том числе и вернул уверенность в своих силах.